Сьюзи, давай! Я в тебя верю, у тебя получится замечательный торт! Похоже, я справилась! Смотри, тут какая-то кнопка, может нажмем? Конечно! Интересно, что же будет? Моника, мне страшно! Какое яркое свечение! Где это мы? Кажется, я начинаю догадываться. Это новый челлендж! Всем привет! Привет! Это еще что такое? Неужели мой торт? Не переживай, у меня он такой же крохотный. Пока мне не очень нравится этот челлендж. Посмотрим, что я получу для украшения. Ого! Разноцветная нутелла! Неплохой поворот! Мое настроение сразу улучшилось. Моника, ты только посмотри, как много баночек! Даже не знаю, с какой начать, они все такие яркие и красивые! Что ж, пожалуй, возьму желтую нутеллу. Но боюсь, мне понадобится лупа, чтобы что-то нарисовать. Без нее мой торт не разглядеть. О, у меня отлично получается! Посмотри, как красиво ложится паста. Думаю, нужно добавить больше цветов. Да, я вошла во вкус. Мне нравится рисовать на торте. Красиво, но я с трудом могу разглядеть этот узор. Присмотрись, Моника, ты точно не пожалеешь. Это настоящий шедевр! По-моему, выглядит очень мило. Я справилась, теперь твоя очередь. Уже кручу колесо. Мармеладные глаза – здорово! У меня легкая рука. Ого! Какой огромный глаз! Я этого не ожидала. Посмотри, Сьюзи выглядит забавно, правда? Пора поместить его на торт. Ну вот, он его раздавил. Не расстраивайся, Моника. В другой раз у тебя обязательно все получится. Придется заедать горе сладким. Неплохо. Но я все равно расстроена. Бедняжка. Держись, я с тобой. Дурацкий мармеладный глаз! Он все испортил! Моника, тебе нужно собраться и привести себя в порядок. Подожди секундочку. Вот, держи, зеркало. Спасибо, Сьюзи. Оно как нельзя кстати. Не за что обращайся. Наконец-то мне удалось ее успокоить. Теперь можно насладиться тортом. У меня растекся весь макияж. Нужно добавить больше пудры. Нет, нет, только не это. Чи! О, нет! Я сдула свой милый тортик. Это произошло по твоей вине, Моника. У меня больше нет сладкого. Это провал. Извини, я не хотела. И где же наши торты? Может, сначала нужно раскрутить колесо? Начинай. Давай попробуем. Ого! Мне достался Кит-Кат. С ним даже торт не нужен. Ну и где же он? Ничего себе! Как много батончиков! Я даже сосчитать их не могу. Тут целая башня. Моника, тебе крупно повезло. Теперь кручу я. ММДМС? Класс! Нам обеим улыбнулась удача. Какая большая пачка! Вот это да! Такого я не ожидала. Но где же наши торты? Их по-прежнему нет. Ты это слышишь? Вау! Какой огромный торт! Ущипни меня, Моника! Не верю своим глазам! Это и правда похоже на сон. Как же аппетитно выглядит этот торт! Чур я украшаю его первой. Начну вот с этого батончика. Но ведь все остальные упадут. Да, это выглядело впечатляюще. Я знала, что ты будешь поражена. Что ж, приступим к делу. О, шоколад! Выглядит божественно. Не могу удержаться, хочу попробовать. Ну все, теперь меня не остановить. Шоколад всегда был моей самой большой слабостью. Не хочу тебя отвлекать, но вынуждена напомнить, что кит-кат нужен для украшения. Ну вот, ты умеешь испортить праздник, Сьюзи. Ладно-ладно, как скажешь. Уже выкладываю. Кстати, получается неплохо. Уверена, тебе понравится. Посмотри, как ровно ложатся батончики один за одним. Класс! Выглядит идеально. Думаю, кондитерское искусство – это мое призвание. И правда здорово, Моника. Ты большая молодец. Ну что, теперь мой ход. Я сделаю наш торт еще красивее. А помогут мне в этом яркие разноцветные конфетки. Просто насыплю их сверху, и дело сделано. Только посмотри, торт преображается на глазах. Теперь он выглядит еще лучше, чем прежде. Вот и все, я закончила. Это шедевр. Ты права. Не могу оторвать от торта взгляд. Он такой шоколадный и такой яркий. Думаю, пора его продегустировать. Я уже вооружилась вилкой и ножом. Но ты совсем забыла про праздничные свечки. Куда же без них? Этот торт – подарок мне. Видишь, у меня сегодня день рождения. Ну вот, я совсем про это забыла. Выше нос, у нас же праздник, Моника. Ты чего так раскисла. Вот, держи колпак. Надеюсь, он тебя повеселит. Мне не нужен этот дурацкий колпак. Я хочу торт. Но он по праву принадлежит мне. Посмотри, как красиво горят свечки. Свечки? Спасибо, что подала идею. Что произошло? Я хочу соску и наручки к маме. Похоже, Сьюзи исполнился один год. Вот, держи, только прошу тебя не плачь. Вкуснятина. Теперь она точно не помешает мне съесть весь торт. Так тебе и надо, жадина. Свечки больше ни к чему. Меня интересуют конфеты, шоколад и сам торт. Вау, эти торты выглядят неплохо. Уже представляю, как мы будем их есть. Я готова крутить колесо. О чем задумалась, Сьюзи? Поторопись. Ладно, ладно, я просто немного замечталась. Мне достается розовый крем. Супер. Уверена, он будет отлично сочетаться с этим тортом. Ого, крем сделан из клубники. Это приятный сюрприз. Я хочу его попробовать. Вкуснятина. Очень нежно и сладко. Поздравляю, тебе повезло. Это точно. Хочешь угоститься, Моника? Конечно. Большое спасибо, ты так добра. Выглядит очень аппетитно. О да, и на вкус просто класс. Язык можно проглотить. Ладно, теперь моя очередь крутить колесо. Желтый крем или зеленый? Интересно. Надеюсь, он не менее вкусный, чем твой. Ну и где же он? О, появился. Выглядит довольно симпатично. Все готово для украшения наших тортов. Начнем с Юзи. Я нарисую много маленьких кремовых цветочков. И я тоже. Значит, наши торты будут чем-то похожи. О да, они оба будут просто прекрасны. Мне уже нравится, что получается. Но, кажется, чего-то не хватает. Поняла. У меня есть идея. Нам нужно поменяться, чтобы закончить рисунки. Это гениально. Так они получатся еще красивее и ярче. Уже получаются. Не могу на них наглядеться. Ты только посмотри, какие красивые цветы. Это было непросто, но мы справились. Дай пять, подружка. А теперь пришло время сладкой награды за наши старания. Давай попробуем свои торты. Поддерживаю. Я уже взяла кусочек побольше. Боже мой, как это мягко. Мой торт просто тает во рту. И мой тоже. В нем так много крема. Класс. Сьюзи, кажется, что-то не так. У меня весь рот горит. И у меня... Ничего не понимаю. Огонь! Что это было? Почему нам стало так остро? Я ни в чем не уверена, но может быть дело в твоем креме. Мы ведь так и не узнали, из чего он сделан. Да, возможно, ты и права. Давай посмотрим. О нет, Моника! Это же васаби! Теперь понятно, что с нами произошло. Гадость! Нужно было обратить на это внимание раньше. Какой красивый цвет! Он такой нежный! Можно я буду крутить колесо первой? Удачи, Сьюзи! Спасибо! И твое пожелание сработало! Удача действительно мне улыбнулась. Я получаю сахарную вату. Супер! Я бы с радостью ее попробовала. Но уж нет, это моя вата. И я буду украшать ей свой торт. Как забавно она тянется. Класс! Похоже на паутинку. По-моему, она замечательно смотрится на моем торте. Извини, Сьюзи, но мне придется тебя проучить. Нужно делиться с друзьями. Я полью твою вату водой, и она испарится. Ну вот, от нее осталась только сладкая лужа. Продолжим. Что произошло? Куда пропала моя вата? Моника, я знаю, это твоих рук дело. А ну-ка, дай сюда пульверизатор. Что ты делаешь? Стой, хватит! Я уже вся мокрая. Так нечестно. Не нужно было прикасаться к моей вате. Ты сама напросилась. Хорошо, что у меня еще осталось. Продолжу украшать свой нежный тортик. Как изысканно получается. Мне очень нравится. Вата словно облачка. Ну вот, я почти закончила. Ты только посмотри, как воздушно. Да, выглядит здорово. Я тебе завидую. Уверена, и вкус меня не подведет. Сладкая воздушная вата отлично сочетается с нежным кремом и пропитанными коржами. Этот десерт достоин лучших кондитерских мира. Ты бы себя видела, Сьюзи. Ого, какие огромные усы. Хорошо, что они сладкие, их можно съесть. Чуть не забыла про свой тортик. Тут еще так много, я смогу наесться вдоволь. Как бы мне хотелось оказаться на твоем месте. Мечтать не вредно, Моника. Извини, но в этот раз такого точно не произойдет. Я не могу так просто сидеть и смотреть, как ты ешь. Я уже закончила. Ох, мой желудок забит до отвала. Ну, наконец-то. Пришла моя очередь. Ура! Я получаю сладкую кондитерскую посыпку. А вот и она. Какая огромная банка. Класс. Нужно скорее попробовать. О да, это очень сладко. Прямо как я люблю. Нужно высыпать всю посыпку на торт. От этого он станет еще вкуснее. У меня получается. Я настоящий мастер. Может, пора остановиться? Твоего торта уже не видно. О, какая красивая посыпка. Вот это да. Это же настоящий шедевр. Выглядит намного красивее, чем твой торт, Сьюзи. Мне не терпится это попробовать. Какие ровные коржи. Это идеально. Боже. Торт растворяется во рту, как сладкое облачко. А посыпка так приятно хрустит. Остановиться невозможно. Вижу, ты в восторге. Мне бы тоже хотелось оценить этот вкус. Что ж, конечно, угощайся. Ты что? Ты меня испачкала. Из-за тебя все мое лицо в креме. Я не намерена такое терпеть, Моника. Придется устроить сладкие бои. Что ты наделала? Это переходит все границы. А по-моему, очень весело. И розовый цвет тебе к лицу. На Цуэфа предлагаю узнать, кто будет лакомиться первым. Я победила. Так, посмотрим. Какая прелесть. Моя любимая Оруа. Кто любит Оруа? Конечно, все его обожают. Особенно все обожают белую прослойку. Думаю, именно она будет идеально сочетаться с жидким шоколадом. А мне кажется, что сами Оруа тоже очень даже вкусные. Да, но именно белая прослойка – это самая прекрасная часть печенек. Что ты делаешь? У тебя получается очень толстая Оруа. Да, именно этого я и добиваюсь. Представь, как это будет вкусно, когда я окуну это в шоколад. Смотри, как аппетитно. С ума сойти. Ну давай, пробуй. О, да. Ого, как быстро ты справилась. А чего медлить? Ну все, твоя очередь открывать крышку. Давай, Зак. Ой, точно. Наконец-то. О, нет. Какой кошмар. Там кто-то ползал. Что? Странно. А зачем мне волшебная палочка? Ты что натворил? Верни мои волосы быстро. Не кричи, сейчас я все сделаю. Хотя тебе очень шли эти цветные локоны. Да не хочу я такие. Я хочу свои. Сейчас попробуем еще раз. Да что ж такое, Зак? Тихо, тихо. Сейчас. Ну вот, готово. А ты переживала. Теперь. Надеюсь, палочка поможет мне наколдовать что-то вкусное. Грибли-крабли-бумс. Посмотрим. Вот это да. Таракан. Если бы не палочка, то я бы испугался. Но благодаря волшебству я знаю, что таракан шоколадный. Поэтому можно совершенно спокойно его слопать. Но еще немного шоколада не помешает. Вот это вкуснотища. А на футболке у тебя тоже шоколадный таракан? Да нет, что ты. Да он настоящий. Тоже мне волшебник. Чур я в этот раз первый крышку поднимаю. Ого, леденец. Правда, внутри него гадкий перчик. Пожалуй, лучше я вновь уступлю Монике. Ну вот и правильно. Надо же. У меня какой-то шприц. А внутри что-то яркое и, надеюсь, вкусное. Выглядит прикольно. Ну как? Очень вкусно. Осталось только смешать это желе с шоколадом. Думаю, лучше всего будет сделать это на тарелке. Вот это да. Как аппетитно выглядит твоя жижа. Это вовсе не жижа, это желе. Между прочим, очень вкусное. А с шоколадом оно станет еще вкуснее и еще красивее. Смотри, Зак. Сейчас я тут такую красоту наведу. Интересно, что же ты задумала? Мне понадобится палочка. Вау, вот это красотища. Это точно. А еще вкуснотища. Так что мне очень повезло. Ну что, настало время лакомиться. Да уж, Моника, тебе и правда повезло. Поздравляю. Спасибо. Какой приятный вкус. Я даже завидую. Ну все, я управилась. А ты чего не ешь? Давай, твоя очередь. Да, сейчас. Сейчас я это съем. Вообще-то леденец должен быть вкусным. Ну, проверь. Да, я был прав. Очень вкусно. Если добавить немного шоколада, то будет просто потрясно. Выглядит очень аппетитно. Ну как, перчик чувствуется? Нет, все хорошо. Все просто отлично. Все просто замечательно. И чего я так боялся? Ой, ой, как же остро. Нет. А, что же делать? А, я горю. Так, какой кошмар. Боже мой, как же остро. Спасите. Помогите. Так, так. Сейчас я тебя спасу. Открывай рот. Фух. Да. И еще. Спасибо, Моника. Без тебя бы я бы точно сгорел. Не за что. Интересно, что ждет нас на этот раз? Я открою? Да. Ничего себе. Мне достался айфон. А на нем есть еще и чехол с попитом. Круто. Надеюсь, у меня будет что-то не менее классное. О, нет. Какая гадость. Я ненавижу морских гадов. Особенно осьминогов. Только посмотрите, какие они мерзкие. Надеюсь, хотя бы шоколад изменит вкус этой гадости. Фу. Давай, давай, Зак. Похоже на кошмарный сон. О, нет. Какая гадость. Ешь. Благодаря тебе популярность в ТикТоке мне обеспечена. Ты что делаешь? У меня щупальцы изо рта торчат. Смеешься? Ну ладно, тогда я тебя напугаю. А, какой кошмар. Ты чего меня пугаешь? Дай мне спокойно стать популярной. Ну что, вкусный осьминог? Нет, вообще невкусный. Просто отвратительный. Хорошо, что это позади. Моника, а ты знаешь, что тебе придется окунуть телефон в шоколад? Да, к сожалению, я это только что поняла. Прощай, мой новенький айфон. Ты был мне верным другом. Теперь мне нужно это облизать? Да, давай, кусай. Шоколад довольно вкусный. Попробуй укусить. Ой! Ничего себе. Кажется, айфон тебя тоже полюбить успел. Ну что, посмотрим, что там. Давай. Яблоко. Это вкусно и полезно. Лук. Это невкусно. Хоть и полезно. Фу, гадость. Тебе опять повезло. Начинай первое. Яблоко можно сделать гораздо вкуснее с помощью разных посыпок. Если окунуть его в шоколад, а потом и в цветные посыпки, то обычное яблоко превратится в нечто очень вкусное. Чтобы не испачкаться, я использую палочку. Окунаю в шоколад. Выглядит уже красиво. Да уж, симпатично. А теперь окуну по очереди в каждую посыпку. Вы только посмотрите, какое яркое яблочко у меня получилось. Ну давай уже, пробуй. Ну как, вкусно? Очень. Я в восторге. Яблоко с шоколадом – это вкусно. Но еще вкуснее посыпка. Она просто роскошна. Кажется, она засохла у тебя на губах. Ты сама теперь похожа на яблоко. Это не смешно. Вообще-то теперь я еще более сладкая, чем была до этого. А ты бы не смеялся. Тебе придется еще лук есть. У меня-то все хотя бы вкусным было. Блин, точно. Меня ждет этот гадкий лук. Точно. Иди. Если Моника так расхвалила эти посыпки, то значит, они и правда вкусные. Надеюсь, они помогут мне избавиться от вкуса лука. Мне кажется, лук ничто заглушить не сможет. Сейчас узнаем. Может, ты меня просто обманываешь. Смотри-ка, выглядит тоже очень даже красиво. Видела, да? Ничуть не хуже твоего яблока. Ох, Зак. Сочувствую. Ну все, погнали. А что, очень даже... Нет. Фу, гадость. Бе. Нужно скорее есть и не думать о вкусе. Это не только мерзко на вкус, но еще и плакать хочется. Но вот, что и требовалось доказать. У меня во рту будто помойное ведро. С этим срочно нужно что-то делать. Хотя бы шоколад должен спасти положение. Да уж, Зак, не повезло тебе сегодня. А еще у тебя шоколадная борода. Ну и что? Главное, что больше не придется есть мерзкий лук. Чтобы я еще из-за этого переживал. Да никогда. Чтобы не пропустить такие же аппетитные и веселые видео, подписывайтесь на мультидотчеллендж.